Чувашия вошла в число 34 регионов России, где прогнозируют бурный паводок. На теплые дни и морозные ночи способствуют снижению уровня снега. Пик половодия в Чувашии ожидает 21 марта, хотя календарная норма – начало апреля. Сейчас в республике под угрозой затопления 15 населенных пунктов. Высота снега превышает норму на 120%. Уровень воды в реках постепенно стал расти. За прошедшую неделю на Суре и Цивиле вода поднялась на 15-20 сантиметров. Максимальный уровень воды в Цивиле поднимался в 2005 году, а в Суре – в 2012 году. В 2015 году в Цивильске построили новую дамбу, которая защищает город. Чувашия традиционно от паводка страдает АллатРь. Чего ждать в этом году в нашем следующем сюжете. Надо готовиться к большой воде, в любом случае, потому что Мордовия нам подкинет. Леса мордовские, болота мордовские, АллатРь действительно переполнится. Не дай бог, с ура чуть-чуть затор встанет и в итоге под горе поплывет. Угрозы пока нет, но готовиться надо к самому неблагоприятному сценарию развития событий. Таков общий настрой участников выездного заседания противопаводковой комиссии в АллатРе. Здесь вода угрожает 200 домам. Всего по республике в зону затопления могут попасть 55 населенных пунктов и более 2200 жителей. До 2015 года подтапливал и Цивильск, а потом там построили дамбу. Подобное сооружение может спасти и АллатРь. Через каждые 2-3 года под горе подтапливается. Поэтому чем мучиться веками, лучше один раз решить проблему по берегу укрепительным мероприятиям. Если сейчас войти в федеральную целевую программу, в принципе, АллатРь тоже забудет свою проблему. Документы на участие в программе уже подали. Сейчас идет экспертиза проекта. Финансирование, а значит и строительство, может начаться в 2018 году, отметил министр природных ресурсов и экологии Чувашия Александр Коршунов. Ну а пока задача администрации города подготовить места эвакуации людей и животных. Спасатели тоже ждут команды. Все силы и средства наши, которые будут участвовать, которые привлекались уже не однажды здесь для реагирования, для оказания помощи людей, приведены в готовность. Будут проведены учения. Что касается докладов синоптиков, они оптимистичные. По таким показателям, как плотность снега, его высота и запас влаги, цифры пока в нашу пользу, отмечают специалисты. Они ниже многолетних средних значений. Ольга Пырычкина, Роман Емелин, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...